вот они вот они вот ребят озерцо волнушки везде волнушки кряку есть нету нету так хотя в избушке лежал я слышал сейчас выстроил но дверь открыта на заречье где-то охотники он там грибов много сейчас собираю волнушки взял нож так как здесь еще будут и как же эти то забыл грузди все хорошие после дожди дождя там любые еще пойдут на валом здесь плохие все какие-то мягкие они короче говоря давайте я пока по брожу по собираю на смартфон поснимаю на второй канал будни олега а там уже чуть позже включусь снова так буду искать и думаю хоть пол водра но все равно наберем попадают есть грибы просто надо ходить искать ну что ребят я сейчас немножко поснимал на второй канал на будни олега видео как я собрал уже смотрите сколько набрал пол водра уже есть и смотрите везде кругом грибы здесь уже началось как сказать грузди грузди и там тоже все это сейчас будем проверять может все негодные может что-то возьмем надо посмотреть ну в основном я набрал как сказать волнушки и штук 5 наверно таких грузди здесь уже здесь уже интереснее давайте проверять так ну ну что начнем что тут у нас там принципе вот не поймешь брать не брать такие потом грузди они такие блин грибы скажу вам вот это уже хороший так потихоньку маленьку так вот это уже как-то хух вот тут хорошая держи и так Так. Ого, большой чистый. Редкий случай такой. Так. Тайна. Кому я стою? О, я не знаю. Так. Ухо тут вообще большое. Ухо. 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 Все сгнили. Ухо. 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 Все остальное гнилье. Так. Так. Это там оставим пока. Давайте еще тут. Надо посмотреть внимательно. туда. Тулан. Вот еще видишь. и заметишь, пройдешь гнилой. и пуш. Ухо. Ага. Капец. Малыши хорошие. Нелые некоторые вообще. Там еще снизу пару штук. Куда ходил? Чего это лин? А? Так, этот плохой. Вроде все осмотрел. Там большой и крупный. Он не нужен нам. Ну, ведро почти полное уже. Скромзал тут все. Проверил тщательно. Тут еще место есть. Также должны быть грузди. Но это совсем другой сорт. Вот. С этим не сравнить. У нас, так называем, сухие грузди. А, вон они уже есть, да. Эти называются, как же. Ой, сейчас скажу. Такой с маслом, типа, блин. Я не знаю, по-нашему как. Ну, вот здесь большой выход тоже был. Но это тут ранний выход. Здесь и кругом большая поляна. Тут тоже их растет. Ну, тоже. Он выходит и сразу стервяный. Так что. Вот. Смотрите, как тянется. Вот здесь тоже они. Так, ладно. Сейчас еще схожу. Ну, у меня почти полный ведро уже. А рыжего тут мало. Так, ладно. Побродим еще. Еще третье место. До туда, может, еще схожу. Проверю и обратно домой. В избушку. Может, случайно я еще наткнусь на какое-то место грибное. Что я не знаю или забыл. Нашел хорошие грузди. О, и даже чистые. Вот отличаются они. Как бы сухие грузди есть. И вот этот волнистый, такой мохнатый волнистый. И всегда, в основном, с лизью он идет еще даже. Вот это, как бы, с маслом. Грузди с маслом. У нас так. Вуя ельдег, так называем. Так что, не знаю, вот пока одного я увидел. Еще есть, нету хрен пойми. Случайно вот наткнулся. Рыжики вот такие. Не рыжики, а вот волнушки. Ну, хоть их пособираю. Тут такая старица какая-то. Ну, какая-то. Зигзагом везде старицы большие. Можно заблудиться. Перейдешь одну, вторую и все. Не вернешь всем. Будешь потом блуждать. Смотри, только одна штука. Обычно они по пять, по десять штук выходят. А тут только один. Видите красоту. Шел и поляну нашел. Шел, шел, поляну нашел, ребята. Черника. В ельнике, как мне страна. Да, вкусная сейчас она. Хотел сегодня еще по пути пособрать. Сейчас после дождя. Хрен пойми что. Сейчас весь сырой. Сегодня, наверное, этим не буду заниматься. Грибы еще пособираю. Грибы для варки. Ну вот, подосиновые маховики. Там возле дороги видел. По пути еще. Ведро почти полное. Угу. 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 Ладно, покушай. Я еще тут. Угу. Я просто офигеваю, ребят. Вы представляете, сколько черники тут. Вы хотите... Вы даже не... Я не знаю. Нет слов у меня. Угу. Угу. Просто ковер. Угу. Угу. Вот это листва упало сейчас. Без листвы. Столько черники. Угу. Вы даже не представляете, сколько черники. Море. Море черники. Без листвы. просто под снег вяжет и все. Угу. Никто здесь не соберет. Никто сюда не придет. Ух. Прям жалко оставлять. Надеюсь, камера передаст, все это. дурдом от это да обалдеть этом году не птицы не звери с голодом не умрут потому что ягод много основном черника что любят все сейчас в основном кормятся все черникой лисы медведи без разницы рябчик капец тут черники на кругом вот некуда наступать он пить и без листвую столько черники сейчас листва выпало как петь местам уже безвкусно становится потому что перерослые уже черника тоже теряет свой вкус она становится водянистой вот поздней осенью но можно там собирать до зимы пока не выпадет с кустиков хоть снег уже будет там без разницы можно еще набирать и некоторые сорта сорта они долго не созревают скажем где-то уже синяя собирают чернику а где-то вообще только-только начинает созревать так ладно сейчас еду хрен пойми где в надежде здесь еще найти вот эти грузди за поляну я сломал медведь тут разрушил муравейник тулан хрен пойми опять оставил меня куда-то ушел везде старится блин запутаться можно так все дело нам придется снова идти этот угол тоже надо просто посмотреть может в этом углу и есть они эти гляну тут на все про все десять минут я думал тут грузди нет это какой-то плесень нету ни одного рябчика нету даже блин ни одного взлета муховик там муховик по пути там возле дороги да забрать чем дальше я отдаляюсь меньше я нахожу вообще буду возвращаться обратно буду возвращаться избушку ладно хватит нагулялся ну вот столько я набрал сейчас еще без съемки вот последние грибы один нашел она но сейчас видите вон какой слизью вот это самые годные грузи бывают сухие они вообще сухие этот вам не знаю как еще показать вам слизи он какой-то вот сам по себе такой гриб и вот что я набрал это все они такие с волнами и слизью ну и еще вот такие волнушки тулан со мной вернулся тоже грязная вещь давайте баню посмотрим как там может печка уже погасла должно ребят такой сухой пар тут вы даже не представляете вот что такое чё баня по черному сам по себе он отличается от других бань дверь закрою пока вот так да конечно блин откроешь баню и действительно хочется там побыть сухом пару именно вот пар сухой тут на как сказать на камушке воду наливаешь и такой жар сухой сухой блин вот это экономка вот что вот на 2 избе я сделал там уже совсем другое сейчас лодка слышал это спустилась ориентир как-то слышал но от какую сторону шла лодка не знаю наверно спускалась ладно я сейчас буду потихоньку уже собираться сперва почищу грибы сложу их ведро чтобы уже дома сразу замочить здесь основное буду чистить от грязи от мусора от всего потом соберусь и поедем солнце еще высоко ну и так же походу там еще где-нибудь пособираю просто вот маховики для жарки все будем собираться уже мангал не буду разжигать чай у меня на печи там горячий чай попью рыбу даем уходила так все закрыл там рыба и утки там все это я буду сейчас чистить вот от всего мусора просто вот тщательно убрать а потом где-то дней 5 в воде будут будем мочить и после этого уже солить такой процесс процедура такая вот гриб для соления пока дождя нету лучше этим я сейчас займусь избушка чистота порядок оставляем тянет пустой как всегда спасибо изба до новых встреч было было тепло тепло светло отдохнули все хорошо кладовку закрыл тулан уже лежит там здесь тоже все порядок бутылка там немножко в пакет сложил на привезу мешок там наш мешок другой раз перетарю еще раз речку показываю уровень воды сумасшедший низкий смотрите пока с ведром поднимаешься очень устаешь на прямо дышка не реально крутая гора вот ладно давайте баню отремонтировали будет стоять сто лет все хорошо как и говорил на этот год ремонт закончился там уже будем смотреть сейчас мы поедем где-то на она еще остановлюсь грибы посмотрю сырья на натулана посадил на цепь нафиг с ним увезу там погуляет еще вот вроде все здесь поехали вот эти доски обратно увезу здесь дома мне понадобится может что-то сделаю из них в этих ёдрах у меня грибы там рыба утка можно еще дрова загрузить но не хочется сегодня реально ну ладно поеду да тулан лежи отдыхай все пока изба давай до новых встреч вон как далеко наша машина стоит и пришел я вот именно за этим грибом когда я ехал вон оттуда я увидел этот давайте проверим как чистый нет такую даль тащился труха труха ребят видите вообще хлам и больше нету все наверное на сегодня ребят грибалкой этой чё-то я резко я не знаю устал не знаю почему вечереют уже пока не стемнело надо поехать обратно нету грибов возле дорога точно тут нет а дальше я буду ехать там 12 увижу все не буду останавливаться но вот именно ради этого тишина птицы поют до сих пор воздух вообще идеально свежий такой вот не можешь надышаться вот такой вот после дождя еще когда долго дождя нету тяжелый воздух тоже становится как сказать из-за того что много пыльца там или же еще какой-то вот и от дороги пыль и деревья вот это пыльца идет всяко разное и какая-то тяжесть есть а вот сейчас вот после дождя утром когда вообще встаешь утром вообще ну кто как сказать живет на природе там деревнях лесу тайге там он понимает он знает даже в городе даже в городе по утру скажем 4 часа 5 часа утра когда еще машины не так много на дорогах в городе даже чувствуется вот воздух другой вот и здесь 2 час осенью еще запах гнилых грибов вот перемешку идет уже вот это 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 портит это сильно портит вообще грибов нету без денег лежит ему пофигу ся до прошлую поездку здесь очень много было вот сколько неделя или больше там прошла но неделя примерно тенд ему открыл тоже пусть дышит к или к или инте чем да сейчас поедешь сейчас поедешь перед отъездом я его накормил тоже там врача остатки вот этих костей рыбы там и рыбный такой вот бульон растительным маслом в сковороде которая осталась все это с водой перемешал с хлебом и отдал туман начинается уже туман на реке по утру обычно я вам здесь останавливаю чтоб снимать посмотрите как же здорово осенью когда все это меняется разные цвета именно вот осенью весной понятно тоже после зимы вот это меняется и зеленым становится но вот осенняя красота совсем другая я это вижу и это мне нравится очень нравится это только начало потом вот такой период будет небольшой период вот если не пропустишь этот период увидишь эту красоту потому что все резко поменяется разные разные цвета вот красные желтые всяко разные вот как сказать даже он сейчас уже вижу что вот оранжевый цвет такой там ащина рябина такая вот листья рябины вот тоже вот цвет какой-то вот особенный и все это тайга превращается в красоту и один прекрасный день поднимается сильный ветер и эта красота вот просто за полдня вот это все выпадает и все это заканчивается а вот это начало всегда вот начало это всегда хорошо когда только начало когда уже заканчивается это чуть-чуть даже и грустно просто я не знаю просто вот так душа просит вот такое мне говорите рассказывать если не нравится дизлайк поставьте нормально ладно надо ехать все давайте ребят больше уже сегодня снимать ничего на она не буду вот такой поход у нас получился хороший поход полезный тоже вот с пользой этот поход у нас как бы большой ремонт сделали набрали грибов и как сказать рыбы немножко наловил и утка утку добыл добыл я думаю это нормально давайте чтобы всегда нам так повезло без везло и ждите новые фильмы до новых встреч пока и чаще выходите на природу именно осенью очень и очень красиво но столик пока стоит а свалится новый сделаем еще круче все пока